Здравствуйте, меня зовут Элина, мы отдыхаем в Геленджике и сейчас идем на пляж Красная Талка. Погода сегодня прекрасная, 27 градусов тепла, имеется небольшая облачность, хотя и много ясного неба, солнышко светит. Хочу вам напомнить, что мое видео выходит на одни сутки позже, но никак не получается у меня смонтировать и выложить в тот же самый день. Так что мое сегодня это для вас вчера. Я на днях, глядя на одну скульптуру на набережной, обнаружила одну интересную особенность. Попозже вам это покажу, а вы мне подскажете, уж не показалось ли мне. Первый раз вижу такую гигантскую скульптуру, она стоит напротив касс на пиратские корабли. Кто это? Сейчас подойду с лица, со спины вообще непонятно. Он еще и пританцовывает. Ну и кто это, кто это? Наверное, какой-то персонаж. Пиратов Карибского моря. Подсказывайте, кто? Эх, и жарко же сегодня. Ветра практически нет. Хантан на Лермонтовской площади работает. По строям видно, что они ровные. Ветер их не сносит в бок. В Геленджике благоустройство не оканчивается никогда. Постоянно что-то высаживают, пересаживают, благоустраивают. Каждый раз, когда идем этой дорогой, не могу налюбоваться на вот эти своды пицунских сосен. И вокруг такое благолепие, лавочки приятные. Я вам обещала показать вот этот огромный кувшин. Он выше человеческого роста, который стоит около ресторана «Хлопок». Посмотрите, он в такой патине, узорчатый, очень интересный. Он здесь стоит непостоянно. Его периодически заносят вовнутрь, а потом выставляют на набережную. Видимо, берегут от осадков. Ну и, конечно же, белки. Куда без них. Стоит, опирается мужчине на руку. И что-то ест. А что? Бабкины семечки? Ой, острые коготочки. Орешки. Ну, молодец, давай. Ой, птица ее напугали. Она мне когтями чуть руку не поцарапала. Да что ж вы ее все пугаете-то? Белочка, вернись. А, она успела у меня схватить орешек. Эти щечки шевеляющиеся, так мило. Эх ты, трусище. Давай, 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 давай. Ух ты, моя умница. Прямо на руке моей орешки ест. Лапками встала. Ах ты, белочка. Тебе говорят, можно погладить. И правда, можно. Первый раз в жизни глажу белку. Эй, белочка, я не буду больше. Возвращайся. Мне надо больше вся ее хвостик погладить. Так смешно сидит. Одна нога ниже, другая выше. В лапках держит орешек. Ой, такая прикольная. Ах. А у них кисточки на ушах должны быть? Я что-то у этой не вижу. Кустик, она к тебе опять. Она хочет, хочет. Видите, да? Женщина тоже ее спокойно гладит. Белка занята и не обращает на это внимания. Меня тут в комментариях спрашивали, где находится то место, где танцуют латину. И сейчас я вам дам ориентир. Вот эта площадка. Она находится между рестораном Рыбинск. Он слева. А справа это ресторан Сыроварня. Вот, посмотрите, как это выглядит днем. Площадка, выдающаяся в море. Здесь прозрачный парапет. А в море действует фонтан. А вечером у него подсветка. И вот так все это выглядит. А вот здесь набережная. Костя так заинтересованно смотрит на скульптуру Ассоли. Что он, интересно, там нашел. А, посмотрите-ка, есть на что здесь? Поглядеть. Костик, ты что здесь нашел? Ушки. Ушки. Вот он, пляж Красная Далка. И практически около него расположена та самая скульптура, о которой я говорила. Сейчас подойду. Это скульптура Кот-ученый. Мы мимо нее проходили десятки раз. И тут я пригляделась к мордочке кота. И вы знаете, она мне напомнила, кого бы вы думали, Александра Сергеевича Пушкина. Вот, сами посмотрите, ванфас. Высокий лоб, бакенбарды. И одежда старинная тоже об этом напоминает. А вот профиль. Как вы думаете, показалось мне? Или действительно сходство есть? Пишите в комментариях. Ничего удивительного я не нахожу, если это и действительно так. Потому что эта скульптура построена по персонажам Александра Сергеевича Пушкина. Помните, да? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. Ну и, собственно, вон она, русалка, на ветвях сидит. Мы уже на пляже Красная Талка. А здесь аншлаг. Посмотрите, сколько людей. Пляж весь заполнен. Причем лежат и на гальке, на береговой линии, а также под навесами. Все лежаки заняты. Представьте себе, бархатный сезон. Удался! Это же прекрасно, правда? Осталось во всем этом людском котле Костю отыскать. Он меня не стал ждать. Побежал скорее на пляж место занимать. Но мне кажется, здесь проще найти новую семью, чем отыскать старую. Шутка. Ну, собственно, вот он. Около бетонного покрытия. Наш коврик. Вы только посмотрите, в воду войти невозможно. Плотной стеной люди стоят. Сейчас придется как-то мимо них пробираться. Что-то мне это, конечно, не очень нравится. Но куда деваться, раз уж сюда пришли. Набегает небольшая волна. Вот здесь, совсем возле берега, есть песчаное место. И волна поднимает ныть. А если дальше посмотреть, там идет галька. И море уже совершенно прозрачное. Я уже стою по щиколотку в воде. Вода теплая, приятная. Замечательно. Вот так выглядит небо над бухтой. Слышите, да, как море шумит? Ого, какая волна сильная пришла. Прямо мне по ногам. Как, да? Ну, пойду купаться. Очень теплая вода. Градусов 25, а то и выше. И опять какая-то яхта располагается по центру бухты. И рядом с ней много парусников. Ой, я сейчас сплавала до буйков. Море такое теплёщее, гораздо теплее, чем вчера. Вчера мне показалось, что оно подстыло. А сегодня опять как парное молоко. Выходить на берег просто не хотелось. Тот случай, когда сам себе завидуешь. Во! Сейчас половина первого и разогрела уже до 28 градусов. Это я вам говорю в тени. А если на солнце, то это просто адово пекло. Пора, пожалуй, уходить домой. Небо над бухтой в данный момент выглядит вот так. И мы пошли. Я считаю, что наша сегодняшняя прогулка удалась. Белок мы покормили и даже погладили. Скульптуру обсудили. На пляже побывали. Спасибо всем, кто провел это время со мной. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok